Здравствуйте, друзья! Программа «Вдоль» как всегда сегодня встречает в студии очередную, ну, хотела сказать очередную, это неправильно, одну из удивительных, прекрасных, уникальных женщин, о которых мы говорим в этой программе, о женщине в бизнесе, о доле женской и обо всем, что вас интересует. Вы тоже можете присоединяться к нашей беседе 65 10 99 6 московский телефон, есть сайт финам.фм, заходите на страничку программы «Вдоль». Сегодня у нас в гостях вице-президент филиала «Акибанк» в Москве Наталья Гришина. Здравствуйте, Наташа. Добрый день. В чем заключаются ваши обязанности, функции как вице-президента? Я единственное, только небольшую поправочку внесу, не вице-президент, а заместитель директора филиала. А заместитель директора? Директора филиала. А это разные вещи? Ну, в общем, да. Я потому, что в этих делах полный вообще лох. Хотела какой-нибудь эвфемизм найти, поняла, что лучше, чем лох, не скажешь. Ну, вы заместитель директора, но я так понимаю, что в любом случае на вас лежит основная нагрузка. Ну, у меня функция больше отвечающая за работу с клиентами. Директор филиала у нас, она больше занимается административностью. Она тоже женщина. Конечно, она тоже женщина. Мы с ней дружим уже очень давно. Мы познакомились как раз в банке, когда обе пришли работать в банк «Зенит» в 98-м году. И вот, в общем-то, с той поры мы дружим и как-то стараемся всегда вместе работать. То она переходит в другой банк, меня приглашает, то я. Ну, в общем, как-то мы так с ней в тандеме курсируем. А вы сказали, конечно, это какая-то особая политика Акибанка, чтобы женщины занимали руководящие посты. Нет, хотя, вы знаете, собственник, председатель правления нашего банка мужчина, но два его зампреда в Набережных Челнах, потому что у нас главной офис находится в Набережных Челнах, это тоже женщины. Удивительно. Это его, это случайно получилось или все-таки это какой-то его кредо такой? С женщинами ему комфортнее работает? Не уверена, потому что вот московский филиал, по сути, возглавляем мы, две женщины. В других филиалах есть руководители мужчины у нас в банках, достаточно большое количество филиалов. Поэтому я думаю, что просто у него выбор основан прежде всего на деловых качествах, ну и, естественно, если он как-то с человеком срабатывается. Ну вот тут, мне кажется, и кроется секрет, потому что каждый раз в программе нашей «Вдоле» мы пытаемся найти какие-то особенности, удивительные качества, которые только женщина может реализовать в бизнесе, благодаря которым только женщина может работать так, как она работает и достигать того положения, на котором она находится. Очевидно, что в случае вот с вашим банком, видимо, президенту банка подходят женские качества, которые предлагают ему его замы. А как вы думаете, что это может быть? Какая-то гибкость? Я думаю, что это, во-первых, трудолюбие. У нас все-таки женщины, без разницы, какой они национальности, они, если в бизнесе чего-то достигли, то это, в общем-то, трудолюбием, упорством, умением доводить до конца, умением решать поставленные задачи, а самое главное, умением достигать поставленной цели. Вот. Гибкость, она, безусловно, должна присутствовать, но это не обязательно, она должна присутствовать у женщин. Гибкость в политике, в переговорах, в умении выходить из каких-то ситуаций, она должна быть, мне кажется, у любого руководителя, любого, в принципе, звена. И даже не только у руководителя, у исполнителя. У нас, например, операционные работники, которые общаются с клиентами, с физическими, с юридическими лицами, они должны проявлять, где гибкость, где актерское мастерство, где сочувствие, где сострадание. Каждый клиент, он индивидуален. Поэтому здесь, в принципе, да, наверное, вы правы, у нас много работает женщин, и в нашем филиале в том числе. — Вот удивительно, в вашей истории же ничего не предвещало того, что вы окажетесь в банке. Вы москвичка, и у вас очень интересная семья. Вы выросли в непростой такой атмосфере, да, папа — директор хора Пятницкого. То есть, наверное, в доме бывали артисты, и, может быть, вы и за кулисами тоже неоднократно оказывались. — Да, бывало. — И мама тоже, в общем, творческий человек. — Ну, мама не совсем творческий человек. Мама у меня всю жизнь после окончания института занималась гостиничным комплексом, гостиничным хозяйством. Но мама, хотя и родилась, и выросла, в принципе, до института в деревне. — А хозяйство, оно и что в деревне, хозяйство, что в Москве? — Она была, к сожалению, её уже нету, она была вот удивительно интеллигентным человеком с какой-то такой врождённой утончённостью в манерах. Она закончила Ленинский педагогический институт, владела свободно тремя языками и, в принципе, вот начала свою трудовую деятельность там с гостиницы Останкина. И, в общем-то, последовательно там до пенсии работала в разных наших гостиничных комплексах. — Включая Интурист. — Интурист, Исофенцентр, гостиницу Космос. — С собой госправно работала. — Да, я очень любила. Мне больше даже нравилось ходить к маме, нежели чем к папе, потому что вот этот тут ресепшн, какие-то буклеты туристические, какой-то вот, ну, совершенно другой мир, которого у нас тогда на улице в Советском Союзе не было. — Да, ну, папа, я вот и удивляюсь и даже немножко завидую, потому что у вас, наверное, всё-таки горизонты изначально были несколько шире, чем у среднестатистического советского ребёнка. С одной стороны, богема, творческие люди, с другой стороны, интуристы. То есть вы, в принципе, видели, что мир, он не ограничивается, там, первым и вторым телевизионными каналами и, там, тем, что происходит на улицах даже Москвы. Но при этом вы же прекрасно учились, вы закончили школу золотой медалью. — Да, у меня комплекс хронической отличницы. Меня как с пяти лет бабушки начали таскать во все секции, куда велел таскать папа. — И в музыкалку. — И в музыкалку. И мы начинали. Сначала было фигурное катание, потом хореография, потом лепка рисования, потом опять балет. — То есть вас учили трудиться прямо-таки с пелёнок? — Да, поэтому то, что происходит на улицах Москвы и на первом-втором канале, я просто не видела, у меня времени не было. И в своём родном дворе, мне кажется, я гуляла там, если сложить по всем годам, ну, дай бог, может быть, год наберётся. — То есть вам некогда было даже передохнуть всё время, какие-то дела-дела-дела-дела, инъяс не случился? — Инъяс не случился. Инъяс не случился, потому что, ну, собственно говоря, где-то сыграла, наверное, роль и моя самоуверенность, что раз я золотая медалистка, то, в принципе, я буду налегать на английский язык. И, в общем, если мне преподаватель говорит, что, Наташа, ты готова, ты сдашь, я делала ставку на то, что я получу пятёрку на одном единственном экзамене, и меня зачислят. Ну, к сожалению, инъяс в то время был очень блатной. И, в принципе, пока я сидела, готовилась и слышала устные темы, которые дают другим абитуриентам, я понимала, что, в принципе, ну, я сейчас всё расскажу. — Ой, а меня спросили, как выполняется продовольственная программа в школе. — Ничего себе! — Я даже не знала сказать по-русски, что, потому что, ну, в принципе... — Как ты изучала по-английски продовольственную программу? — Food program, да. — Вот, потому что ребёнок в 16-17 лет, он, в принципе, вообще мало разбирается в таких глобальных экономических составляющих. — А что, там топики были у нас в ЛКСМ, в Совет, там... — Полёт в космос, женщина, там... — Юрий Гагарин, коммунист партии и прочее-прочее. — Любимая фильм. — First of May. Какая продовольственная программа. — Программа, как она выполняется в школе. — Кошмар. — Поэтому я так, в общем-то, 3-4 фразы какие-то из себя выдавила и поняла, что, в общем, всё. На этом мои познания в продовольственной программе исчерпали себя. — Слушайте, на меня тоже, я сейчас вспомнила, когда я поступала на журфак, меня спрашивали про шахтёрские забастовки. Мне тоже было как-то очень сложно. Из всех топиков, я по советским топикам учила английский тоже, это был там конец 80-х, начало 90-х. И тоже как-то я выкрутилась, конечно. Но это, да, это было сложно. Я вот так понимаю, что виноделием вы, в общем, занялись совершенно случайно. — Абсолютно случайно. После того, как я не поступила в НИАС, и, в принципе, такая у меня была достаточно сложная дома ситуация, я хотела, чтобы мне дали возможность родители год ещё подготовиться, подготовиться по всем предметам и поступить. Но папа у меня очень такой твёрдый и жёсткий человек, он сказал нет. — Мы поступаем в этом году? — Мы будем поступать в этом году, будем поступать туда, куда, собственно, можно ещё сдать, успеть документы. Успеть сдать документы оказалось можно в пищевой институт. Тем более, что у его приятеля там уже кто-то учился, сказал, что тут отличные вообще рекомендации, отличное образование. И я говорил, пап, ну я же гуманитарий, я не химию, ничего. Папа сказал, ерунда, там практически нет никаких этих предметов, там отличная специальность, есть технология виноделия вообще. Ну, мы подали документы. О наступительных экзаменах было, как обычно тогда у нас, сочинение, химия, математика. И вот, четвёртый предмет, не помню. — Вы говорите, это история партии, нет? — Нет, историю партии, это не наступительных. Историю партии мы сдавали после первого семейства. — Обществоведение? — Нет, не обществоведение, может быть, не помню, может быть, физика. — И вы химию сдавали? — Да, но, вы знаете, всё-таки вот то наше школьное образование, оно давало возможность, в принципе, если у тебя хорошие преподаватели и, собственно говоря, ты учишься действительно, там, по учебникам делаешь задания, оно тебе, в принципе, давало возможность поступить в институт. Пусть не супер-пупер-престижный, но вот эта база, она позволяла сдать эти экзамены. — Мы общаемся с Натальей Гришиной, Акибанк, продолжим после новостей. — У нас в гостях заместитель директора филиала, московского филиала Акибанка Наталья Гришина. Мы говорим о женской доле, о доле женщин в бизнесе. 65 10 99 6 наш московский телефон. Заходите на сайт финам.фм, на страничку программы в доле. Мы совершали некий исторический экскурс в Наташину биографию. Ну, вообще, конечно, звучит красиво технология виноделия, и, наверное, это было бы замечательной профессией для женщины, кажись, вы во Франции, в Италии, хотя бы в Португалии. Но в России, в общем, мне кажется, вином-то можно было заниматься только на Кубане. — Нет, почему? До того, как у нас, в общем-то, случился сухой закон, и была реформа, проведенная Легачевым, которая, в общем-то, искоренила всю науку, всю историю нашего виноделия, у нас в Москве существовали заводы. Правда, это были перерабатывающие заводы и линии розлива, но, тем не менее, у нас было три завода шампанских вин. У нас, вот где на Курском сейчас находится вот эта вот галерея винзавод, это был московский экспериментальный завод, где, в общем-то, делали очень неплохие вина. Был большой очаковский завод шампанских вин. То есть, в принципе, мы на практику ходили в Москве и устроиться. Ну, специальность была востребована, их выпускали не так много. — Но вы с тех пор хорошо разбираетесь в вине? — В принципе, вы знаете, школа хорошая была в институте. Пусть, как и все, мы изучали специальность, начиная там с четвертого курса, но вот четвертый-пятый курс, когда это шла в основном специальность преподавателей, в то время, которые еще работали, нам посчастливилось мне и в школе застать преподавателей еще, которые были там старой школы. И в институте еще преподаватели были, соответственно, те, которые вот это вот советское виноделие буквально ставили. — Сами придумали. — Ну, сами придумали, сами трансполировали, потому что очень много приемов тех же самых там французских виноделов, итальянских виноделов. Это все равно ассимилировано и, в общем-то, с нашими. И после того, как все вот это искоренилось, даже смешно сказать, у нас же переименовали кафедру, и мы, по идее, должны были выйти не инженерами-технологами-виноделами, а кафедру у нас переименовали в технологию производств продуктов из винограда. Хотя понятно, что из винограда плавленый сырок ты не сделаешь. Вот. Но к моменту окончания института, в общем-то, эта реформа, она уже перестала иметь место быть, потому что, в общем, виноградники все повырубали, а пьянство так у нас, в общем-то, и не прекратилось. Люди перешли на крепкие напитки, причем изощренные гнали из чего угодно, видимо. И, в общем-то, мы заканчивали институт, слава богу, опять вернули название технологии винодела и в дипломе... — Но работать уже было негде. — А работать уже было негде. Но работать, в принципе, уже было негде, потому что мы подошли к такому периоду перестроечному, когда, в принципе, непонятно, как скакали деньги, в НИИ во всяких платили совершеннейшие уже копейки. И, в принципе, поскольку я умудрилась в этом сугубо техническом институте вгрызться, и действительно закончила его с красным дипломом не потому, что за красивые глаза мне ставили, а потому что, в общем-то, я училась. И у меня было предложение пойти в аспирантуру, для чего, собственно, я там и научную работу на диплом писала, и статьи. Но когда, в общем-то, было понятно, что в НИИ делать совершенно уже нечего, и в тот как раз, в общем-то, период мы ближе к окончанию института стали встречаться с моим мужем, и, в общем-то, решили тоже уже создавать семью. И он работал в НИИ на тот момент инженером. Являл собой пример того, что в НИИ делать нечего. Ну да, то есть, в общем, как-то было принято решение, что и он будет как-то, в общем-то, уходить из НИИ, искать какую-то другую работу. И, в принципе, я решила, что тоже уже аспирантура, она пойдем другим путем. А как началась дорога к банку? Вы стали заниматься бухгалтерским делом. Это ведь тоже совершенно другая вообще сторона жизни. Да, это третья сторона жизни. После ваших сопроматов, химии, технологий виноделия. Ну, вы знаете, вот на тот момент как раз бухгалтеры действительно были востребованы. Это было то время, когда фактически вот эту всю бухгалтерскую, аудиторскую и прочую, условно говоря, науку вылепляли по мере того, как шла жизнь. По прецедентам. Да. Поэтому создавались бухгалтерские вот эти вот центры, бухгалтерские курсы. И потыкавшись, в принципе, и не найдя работы, потому что устроиться было реально, в общем-то, некуда. На завод идти не хотелось. Мне обидно было с золотой медалью, с красным дипломом, с практическим предложением о научной работе, идти на бухгалтерские курсы, и, ну, получается, что все эти годы ты, в общем, провела зря, грызя гранит науки, потому что на этих бухгалтерских курсах ты изучаешь какие-то азы и дальше работаешь по ним. Вы знаете, нет, было не обидно, потому что у нас в жизни с мужем были и совершенно тяжелые моменты, когда, вот, ну, отучившись на тех же бухгалтерских курсах, а он еще там, работая в НИИ, мы приняли решение жить вместе и решили снимать квартиру для того, чтобы, в общем-то, ну, не зависеть ни от чьих родителей. И, кроме того, я вторая жена своего мужа, и, в общем-то... У него был сын. Да, у него был сын, у него была жена. Правда, к тому моменту, как, вот, собственно, мы с ним стали встречаться, их отношения все равно уже были, вот, в стадии заканчивающейся, поэтому, в общем-то, ну, может быть, я послушала катализатором, но не я была первопричиной. Вот. И мы поняли, что, в принципе, для того, чтобы снимать квартиру, за это платить, жить, есть, там, одеваться, надо что-то предпринять. И был период, когда мы практически год стояли, торговали на лотке курами. Да вы что? Да, да. Помните, как раз, когда у любого метро стояли вот эти вот... Ножки буша? Да, и ножки, и торговали всем чем угодно, и фруктами, и курами, и мясом. То есть это был у вас не бизнес, не ваш был бизнес? Нет, это просто были наёмные рабочие, которым по тем временам вот эти палаточники, лоточники наёмные, они получали очень приличные деньги. И мы год стояли без выходных. То есть мы могли там взять, конечно, выходные когда угодно, но, в принципе, мы зарабатывали деньги. Вот. После этого, это был вот как раз, наверное, да, 92-й год, я нашла работу бухгалтера, просто сначала бухгалтера в малом предприятии, полгода поработала там бухгалтером, потом от этого малого предприятия отделилось ещё одно, им нужен был уже главный бухгалтер, они меня туда вот, собственно, перевели. И муж в этот момент, он, собственно говоря, нашёл тоже работу, связанную с инженерией, когда у нас пошли в Россию завозиться компьютеры, офисная техника, то есть вот в этой стезе. Не потерялся, в общем-то. Не потерялся, вот. И как раз у нас папа, он у меня, я говорю, человек такой очень был жёсткий, целеустремлённый и пробивной, он всё время, в общем-то, тоже пытался быть в бизнесе, как раз вот эта вся перестройка, она, в общем, дала ему возможность заниматься там кооперативным движением и прочее, прочее. И как раз тогда же ещё было время становления банков, когда банки тоже, в общем, создавались как грибы. А работать туда, поскольку специалистов не было, и условие было, что ты, когда вот организуешь банк, у тебя должен быть просто хотя бы один человек, который работал в Госбанке, остальных ты можешь набирать, в общем-то. Так случилось, что папин приятель позвал папу в банк поруководить зампредом. Ну как это, вот позвал папу поруководить? Ну я понимаю, что у папы был административный опыт какой-то, да, директор хора Пятницкого, да, он, наверное, умел обращаться с деньгами, ведомостями и прочим, прочим. Ну как это вот взять, позвать человека, поруководить банком? А вы знаете, тогда, в общем-то, очень многое делалось вот на таких связях. У кого-то удачно, у кого-то менее удачно. Но по большому счёту вот в тот банк, который и мы пришли, он был банк такой семейный. То есть там работали в основном там все родственники, друзья. И, в принципе, банк достаточно, он был небольшой, но он достаточно долго существовал. И, можно сказать так, умер в первую волну кризиса, но тогда умерло очень много банков. Это, собственно, 94-95-е годы. Вот, в общем-то, так мы с ним и попали в банк. Ну, просто удивительно, вы всю жизнь считающие себя гуманитарием, всё дальше и дальше уходили от гуманитарных возможностей. Ну, вы знаете, я как раз, когда уже работала бухгалтером, и когда перешла в банк, я поняла, что вот оно, моё-то. Да вы что? А что было именно? Что вас так увлекало? А вы знаете, мне очень нравилось вот копаться в цифрах, делать эти бухгалтерские проводки, разбираться в балансах. То есть я начинала это, в принципе, с операционной также работы, с работы с клиентом. Ну, именно... Сидела в окошке? Ну, да, сидела в окошке. Вот. Потом меня там повысили до начальника операционного отдела, я уже в окошке не сидела, я уже, собственно говоря, более какие-то делала сложные вещи. Потом меня перекинули на отчётность. Ну, то есть вот у нас была ротация, в принципе, и... И вы оказались универсальным солдатом. А вы знаете, в то время в маленьких вот таких банках вообще люди получались именно универсалами. Сейчас в больших банках каждый знает только свой кусочек, и в принципе... Ну, так работают западные корпорации просто, да? И стали многие наши банки так работать. А вот те люди, которые вместе со мной начинали вот в этих банках, и, в принципе, они действительно универсалы. Да, я сейчас, безусловно, уже там не набиваю платёжки, там не делаю проводки, но если будет нужно, то мне, ну, там достаточно будет, наверное, недели, чтобы вот вспомнить, освоиться, потому что всё равно мы же так же читаем инструкции, мы знаем, что происходит в банке. То есть для вас это получился такой квест увлекательный, вот уйти от языков, погрузиться в мир цифр и математики, и там, в общем, остаться... Но это одна сторона дела. Ну, помимо цифр вам же приходилось иметь дело ещё и с людьми, и я так понимаю, что рано или поздно вы уже вышли на ту позицию, когда вам нужно было этих людей на работу нанимать, каким-то образом мотивировать, как-то с ними взаимодействовать, как-то собирать эту команду вокруг себя. Ну, вы знаете, у меня всё-таки больше был функционал не нанимать людей на работу, мои всё-таки обязанности после того, как вот я отошла уже там от операционной работы и там уже от отчётности и прочее, начиная с 98-го, с 99-го года, я в основном работала на привлечении клиентов. То есть у меня... А, то есть вы общались скорее с той стороны? Да, да. Я общалась с потенциальными клиентами, привлекая их, ну и потом, привлекая в банк, уже общалась с ними на постоянной основе. Продолжение. С вами заместитель директора московского филиала Акибанка Наталья Гришина. Получается, в общем, что в итоге всё равно вас вынесло в ещё, он уже в четвёртую на моём, на моей памяти за время нашего обсуждения ипостась, от цифр к людям вы стали таким, ну, как-то, я даже не знаю, это, наверное, такой маркетинговый уже человек, получается, и, может быть, даже где-то немножечко с пиар таким уклоном, да, ну, то есть ты выходишь непосредственно на общение с клиентом, значит, тебе уже нужны качества, там, какие-то совершенно не те, которые тебе были нужны, когда ты работаешь с цифрами. Хорошо, у тебя есть какой-то анализ, у тебя есть логическое мышление, у тебя хорошая память, но здесь нужно обаяние, очарование, та же гибкость, умение хорошо говорить, там, психология какая-то, как-то видеть клиента, как-то понимать, куда с ним двигаться. Пришлось дополнительно учиться? Нет. Вы знаете, здесь, наверное, уже просто сказался опыт, и как раз вот то, что, как вы говорите, меня там кидало из одной стороны в другую, плюс вот, как ни странно, тот период, когда мы с мужем стояли, торговали курами, когда у тебя в день проходило огромное число клиентов-покупателей, которые, естественно, кто-то был доволен, кто-то недоволен, кто-то уставший. И каждого нужно было как-то мотивировать все это купить. Ну да, вот, и, собственно говоря, вот, наверное, это там где-то когда-то отложилось, вот, и плюс, когда у тебя уже есть база и опыт, и ты до этого там долго разбирался в цифрах и прочее, ты там знаешь нормативные какие-то документы, ты знаешь, в чем у тебя банк силен, ты уже можешь клиента, в общем-то, как-то перетянуть на свою сторону. Да, не всегда получается. Не все хотят тебя видеть, не все хотят тебя слышать. Если удастся до такого клиента достучаться, ну, это вот самая большая радость, самая большая победа. А что-то вот поначалу было сложно, как-то приходилось, пришлось себя ломать, я не знаю. Ты сидишь, ты видишь, что человек этот, в принципе, ну так себе человек, неприятный он, а тебе надо ему улыбаться, с ним как-то вот вести светскую беседу. Да, такое бывает часто, когда, ну, здесь я же не друга себе выбираю. Если мы понимаем, что это хороший именно деловой клиент с хорошим потенциалом, с хорошими финансами, ну, с другой стороны, я же не буду с ним там каждый день общаться, дружить, гулять и прочее, ну, да, переступаешь через себя. Но вы знаете, таких людей очень мало, практически нет. Вот среди, во всяком случае, наших клиентов, может быть, мы просто таких вот с моей подругой, которая директора филиала, выбираем, может быть, они нас выбирают. Просто здесь уже где-то играет роль эстрофанное радио. Особенно приятно, когда вот действующий твой клиент говорит, «Ой, Наташа, а вот у меня вот есть там партнер-контрагент, да, вот ему вот нужно тот и тот. Можно он к тебе придет?» Да, конечно. Ну, а вот когда приходит мужчина и видит перед собой женщину-банкира, у него не возникает какого-то снисходительной интонации какой-нибудь? Иногда бывает поначалу. Раздражает, наверное? Ну, вы знаете, если, в принципе, сказать нечего, то, да, здесь, в общем-то, наверное, бы вызывало это раздражение. Но когда ты начинаешь с ним общаться, и это, в общем-то, особенно тоже, наверное, приятно, и видишь, как меняется по ходу разговора к тебе отношение, что он понимает, что это не просто пришла к тебе блондинка похлопать глазками, а когда она действительно понимает там, о чем говорит, и, в общем-то, это очень-очень здорово. Но блондинку-то, наверное, тоже иногда приходится включать. Ой, кого только не приходится включать. У вас есть какие-то любимые амплуа в переговорах с клиентом? Вы знаете, наверное, вот просто оставаться самой собой, потому что клиенты, они же далеко не дураки, они все прекрасно чувствуют фальш, как и мы чувствуем фальш, когда общаемся с ними, когда клиент хочет, например, там, казаться лучше, чем он есть, значимее, чем он есть, ну, особенно вот поначалу тоже пытается надувать щеки. Если мы начинаем друг перед другом надувать щеки, ничего хорошего потом не произойдет. Лучше говорить честно и откровенно, и, в общем-то, не стараться выглядеть лучше, чем ты есть. Ну, с другой стороны, все равно у женщины ведь есть какая-то дополнительная операционная система. Даже то, как ты одеваешься на работу, что у мужчины? Ну, он может цвет галстука поменять. Костюм, рубашка, галстук. А женщина имеет широкие возможности здесь. У вас существует какой-то дресс-код в банке? Вот специального дресс-кода, что там чёрный низ, белый верх, такого нет. Мы придерживаемся делового, корпоративного стиля. То есть там особо короткие цветастые юбочки, топики или там голые ноги, они, естественно, не приветствуются ни у какого подразделения. Ну, украшения, например, можно носить? Украшения можно носить. Какие такие, чтобы сверкали? Ну, дорогие часы как раз они не особо сверкают, деловые женщины. Вот. И я о том же. Но ты можешь себе позволить сделать какую-нибудь замысловатую прическу на работу? Ну, или это хвост, или гладкие волосы? В основном я ношу гладкие волосы. У меня есть потрясающая соседка, которая мастер плетения. Она вот может заплести всё, что угодно. И замысловатая, и незамысловатая, и деловая, и неделовая. И, в принципе, вот, когда хочется, чтобы это было красиво, строго и необычно, мы всегда взаимодействуем. Взаимодействуем. Хочу напомнить нашим слушателям. 65 10 99 и 6. Московский телефон. Есть сайт Финам.фм. Заходите на страничку программы вдоль. И мы говорим сегодня с женщиной-банкиром Натальей Гришиной. Конечно, увидев Наталью в ресторане или на улице, наверное, вряд ли кто-то бы определил в ней банкира. Хрупкая, стройная, в красивом шёлковом платье. Совершенно ничего общего с миром финансов, который нам стереотипно представляется таким сухим, чопорным и каким-то совершенно неженским. Расскажите о своей подруге, о президенте, о директоре вашего филиала. Как так случилось, что вы всё время вместе в тандеме? И как эта взаимная работа совместная, при том, что вы сейчас в роли подчинённой, не мешает ли это дружбе? Абсолютно не мешает. Говорят, что женщина дружит только против кого-то. Да нет, вряд ли. Может быть, безусловно, дружба против кого-то какой-то сильный мотив. Но мы дружим и работаем вместе уже, в общем-то, я говорю, очень давно. И в первом нашем банке мы, в принципе, с ней были на равных позициях. Потом на какое-то время мы разошлись по разным банкам. И в том банке, в который она меня потом к себе позвала, это было в 2005 году, она уже занимала должность заместительного председателя правления. Ей нужен был начальник департамента именно по работе с клиентами, развивать клиентскую базу. И вот в этом тандеме, что Кира начальник, я подчинённый, мы работаем уже с ней совершенно комфортно, почти 10 лет. Но при этом у нас она большой молодец, она вообще большая трудяга, она тоже обаятельная, симпатичная, приятная женщина. И, в принципе, у неё свой стиль общения с клиентами, у меня немножко, наверное, другой. Поэтому мы с ней очень хорошо друг друга дополняем, потому что она тоже клиентчик. Она администратор, но она же и клиентчик. Но у вас получается вне работы как-то свою дружбу переводить в какие-то другие, я не знаю, плоскости, совместные пикники, какие-нибудь поездки? Или это дружба уже исключительно вокруг профессии? Нет, вы знаете, совместных поездок у нас нет, но мы посещаем там друг друга на днях рождениях, на каких-то совместных праздниках. Плюс у нас есть ещё наша подруга, она не из банковской сферы, она шеф-редактор журнала «Банковское дело» и шеф-редактор журнала «Лидеры туриндустрии». Она проводит ежегодно две премии, это премия «Банковского дела банкир года» и премия «Лидеры туриндустрии». Очень смешно получилось, я её поехала привлекать в каком-то далёком, да, как клиента в 2006 году. Я её привлекла как клиента, а она нас привлекла в свою очередь как своих клиентов, потому что она очень разнообразит нашу банковскую жизнь. Вот вы сказали, что банкиры — сухие люди, ничего подобного. Вот только вчера у нас был второй сезон конкурса «Банковский граммофон». Она проводит… Банковский граммофон? Да, конкурс караоке для банкиров. Ничего себе. Она проводит ещё конкурс «Танго» для банкиров, для финансистов. Она проводит раз в год рождественский бал для финансистов и политиков. Поэтому мы живём очень насыщенной жизнью. И самое главное, что если вы туда к нам придёте, я вас с удовольствием туда приглашу, вы увидите, что банкиры-то они веселятся. Ого-го, как! Вы говорите, я поехала привлекать её как клиента. То есть бывают такие моменты, когда не просто там кто-то через сарафанное радио к вам привёл человека, да? А вы сами выбираете жертву потенциальную. Ну да, если есть какие-то задачи, то есть там, например, сегодня мы развиваем, нам нужны клиенты в секторе пищевой промышленности, или там хлебопекарный, или там строительный, или какие-нибудь энергосбитовые компании. То есть вот в зависимости от задач, от сегмента, который вообще, что тебе нужно в этот раз в банке, активы, пассивы, ну то есть, естественно, мы выбираем, мы не просто там пальцем в небо сегодня встали. Как интересно, я просто не знала, что так бывает, опять же, в силу своего, ну, гуманитарного образования, полного невежества в банковском деле. Мне как-то всегда казалось, что клиент сам приходит в банк, вот он увидел красивую рекламу, или там ему рассказали друзья, и он пришёл о том, что заместитель директора банка выезжает сам на охоту за клиентами, я об этом даже и не знала, как интересно. Охотимся. Вы понимаете, реклама, вот то, что вы говорите, это нацелено на розничных клиентов, ну, в основном на физических лиц. Мы больше работаем с корпоратом, то есть мы пытаемся именно привлечь на обслуживание юридических лиц, клиентов крупных, не очень крупных, малый, средний бизнес, то есть без разницы, главное, чтобы это был, ну, вот хороший, наполненный клиент. Нам не обязательно, чтобы у него были там миллиардные обороты. Ну, вы же у него не один, получается, такой банк. Не один. А чем вам удаётся взять клиента, как вы думаете? Ну, в каждом банке есть своя изюминка, понимаете? Здесь, опять же, ты приезжаешь к клиенту, не обязательно, что он за тобой пошёл, но если ты, в общем-то, нащупала, вот что ему интересно, и ты говоришь о том, что да, мы можем это тебе помочь сделать, ну, как правило, клиент, ну, он хотя бы придёт попробовать, понравится, не понравится. Ну, и, наверное, в таких разговорах частенько приходится вообще на себя брать роли там и исповедника, и жилетки для плакания, и психолога, и о чём только не говорить, о погоде, о молодёжной моде. Бывает всё, бывает всё, тем более, что, ну, вот, я этой работой, по сути, именно клиентской занимаюсь уже, я говорю, почти 10 лет, и я реально со многими клиентами действительно дружу, со многими у меня хорошие просто вот приятельские отношения, и я знаю, что клиенты меня всегда поддержат, и если там, не дай бог, там я перейду в другой банк, то они за мной пойдут, потому что, ну, ходим мы все в конечном итоге на человека. Мне кажется, в России это особенно выражено, и сильно это какая-то наша особенность. Ну да, у нас у всех должны быть свои зубные врачи, свои парикмахеры, парикмахеры, ювелиры, банкиры, то есть это да, это есть. Я, правда, не знаю, так ли на Западе или нет, но я думаю, что и там, наверное, то же самое. Всё-таки человеку приятнее общаться всегда с человеком, а не просто вот с вывеской. Сухой какой-то системой. Ну, мне кажется, что действительно в этом смысле вы являетесь собой уникального человека, поскольку вокруг вас такое настоящее сообщество клиентов, которые превращаются в друзей. И мне кажется, что здесь как раз вот именно женские качества вас, как бизнес-вумен, играют ключевую роль. Потому что мужчина, он всё-таки человек действия, а женщина, вот в данном случае, для женщины важно создать эту дружескую атмосферу, нет? Вы знаете, комфорт просто. У меня есть два мужчины-клиентщика, один из которых, с которым я работала вот в предыдущем банке, с одним я работаю сейчас, он мой заместитель по клиентской работе. А вот что с ними, мы поговорим после новостей. Спасибо. Сегодня в Доле заместитель директора московского филиала Акибанка Наталья Гришина, женщина-банкир 65 10 99 6, наш московский телефон, наш сайт финам.фм, заглядывайте на страничку программы в Доле. До новостей мы говорили о том, что важно для человека, который завлекает клиента в банк, всё-таки, чтобы впоследствии у него создались с тобой не просто деловые отношения, но и какие-то хотя бы, ну, не личные, не дружеские, но хотя бы приятельские. И мне казалось, что женщине это удаётся лучше. А вы говорите, что есть у вас? Есть, есть мужчины-клиентщики, собственно говоря, им это удаётся не менее профессионально и не менее классно, просто у нас с ними разные подходы. И, в принципе, вот у них тоже очень много клиентов, с которыми они ходят также вот из банка в банк, то есть которые за ними ходят, и с которыми у них тоже и дружеские, и приятельские отношения. А какие вот действительно интересны возможные формы такого вне рабочих отношений, да, потому что мы смотрим голливудские фильмы, там, например, люди играют вместе в гольф, это вот самое такое, или там на яхте вместе плавают, да, там, вот мой клиент, это мой адвокат, это мой банкир, мы по воскресеньям в клубе вместе играем в гольф. А чем у нас можно завлечь клиента? Ну, вы знаете, чем у нас можно завлечь клиента? Ну, чем, да, чем, вот где, какие, вообще нужно ли это с клиентом иметь какую-то, скажем так, факультативную жизнь, не классную? Это совершенно не обязательно, просто... Не знаю, там, вместе танцевать, ходить в бойлинг, там, я не знаю, устроить какие-то выезды на природу выходного дня для всех своих, там, в конце концов, Новый год корпоративный, всех позвать. Вы знаете, вот в моем предыдущем банке, где мы вместе работали с Кирой, мы как раз такие вещи для клиентов проводили. Мы делали такие корпоративные мероприятия, причем это были и новогодние мероприятия, и посвященные годовщине банка, когда мы созывали клиентов, делали ледовый каток для детей, делали какие-то тематические вечера. Вот, не могу сказать, что вот клиенты ходили охотно, но ходили в самом начале. Потом, я так понимаю, что это тоже уже пошел какой-то перегруз, то есть вот постоянно так тоже нельзя. Вне банка, ну, как мы общаемся, есть клиенты, которые также отмечают свои какие-то годовщины своих компаний, они обязательно нас приглашают. Там, либо, опять же, вот когда случаются такие вечеринки, которые там проводятся издательством «Банковское дело», мы также приглашаем клиентов на «Рождественский бал». Ну, никаких там особых велопробегов совместных, залплывов. Вот, вот этого, честно скажу, и как-то никто и никогда никому не предлагал, и, в принципе, ну, все же достаточно занятые люди, и все-таки хотелось бы в выходные побыть с семьей или там заняться каким-то своим любимым делом. Вот, поэтому, в общем, клиенты те же самые люди, и если еще и в выходные видеться с своим банкиром, ну, это, я думаю, будет уже, конечно, перебор. Тогда о своем личном. У вас таксы и танцы. Да. Да, да. А как, вы танцует и танго, правильно? Ну, нет, я танцую не только танго, просто вот у нас конкурс, который проводится, это конкурс танго. Вот почему-то так выбрали, ну, потому что это такой очень показательный, очень темпераментный, эмоциональный танец, в котором ты можешь, в принципе, раскрыться. Танцы не особо умеют танцевать, главное, вот, проявить свои какие-то там актерские, может быть, данные, вот. А так, в принципе, началось-то все как раз с рождественского бала, когда вот наша клиентка и наша подруга задумала первый раз пять лет назад провести бал. И оказалось, что никто не умеет вальше танцевать. Никто не умеет вообще танцевать. Ну, вот, поэтому в срочном порядке, для того, чтобы не стоять по углам, не топтаться, значит, стали брать уроки танцев, вот, ну, чтобы хоть как-то там какие-то там вальс, фокстрот, сумеете танцевать. И первый бал, конечно, он был такой очень скованный, все друг за другом смотрели, все боялись, вот. Посадобль, я знаю, еще бывает. Бывает, и полонесса, посадобль, квикстеп, много чего бывает. Вот, вот, и как-то меня это увлекло. И вот после этого я уже как-то стала ходить там два раза в неделю на танцы. Потом Марина Юрьевна задумала проводить танцевальные конкурсы среди банкиров. И поскольку все отнекивались, она, знаешь, выбрала из числа своих там приятелей, сказала, ты будешь участвовать, ты будешь участвовать. Поэтому срочно пришлось готовиться уже к конкурсу. Есть платья. Вот платье, да. Платье каждый раз приходится на новый конкурс, на другой бал, идти уже покупать другое платье. Это, в общем, статья расходов серьезная. Вот, и как-то меня это действительно очень увлекло. И потом это сначала плохо получалось, я нервничала, а потом когда-то вот количество, видимо, перешло в качество. Как говорит мой вот партнер, и он же тренер, что все измеряется километрами по паркету. То есть, в общем, это все только вот работа ног, которая уже потом... А где время-то взять на это? Вы банкир. Откуда у вас время на танцы? Еще же на семью должно остаться? Ну, вот как-то оно везде все остается. А потом у меня муж с большим пониманием к этому относится. Ну, он считает, что... Вам его не удалось запросить на танцы? Нет. Он сначала со мной танцевал. И первый конкурс мы танцевали с мужем, и второй конкурс, квик-степ, мы танцевали с мужем. Но это не очень его увлекает. И, в принципе, я думаю, что он был очень рад, когда я сказала, ну, не хочешь, не ходи. Потому что потом началось, ну, давай сегодня не пойдем. Давай там останемся дома. Ну, хорошо. Зато он с благодарностью отпускает вас. Да, но ему очень нравится. Он сидит в зале, он переживает, он поддерживает. Когда у меня что-то получается, он очень гордится этим. Так, а как в доме появились собаки? Вы их разводите или так просто? Мы их пока не разводим, но вот наша последняя маленькая такса, вот, собственно, мы решили, что мы получим от нее щенков и посмотрим, в общем, как это бывает. Когда мы стали жить вместе с мужем, с Андреем, у него всегда были собаки в семье, но были не таксы. И у меня всегда были собаки в семье, тоже не таксы. И он, как-то мне говорит, ты знаешь, хочется собаку, и хочется, говорит, мне всегда хотелось таксу. И нашу первую таксу мы завели в 93-м году. И тогда такс было очень мало. Я, в принципе, ну, согласилась, думаю, ну, что собачка маленькая, хорошенькая. Я нашла эту таксу по соседству. У нас так вот случилось, там как раз в соседних домах жила пара, которая занималась разведением. Мы взяли таксу. Вот. Она у нас прожила очень долго. Она прожила почти 14 лет. И после того, как ее не стало, прошел какой-то совершенно небольшой период, я поняла, что мы не можем без собаки, что это должна быть опять такса. И вот просто методом тыка в интернете, не зная ни кто это, ни что это, вот мне просто понравилось, как заводчица описывала щенка. Вот с какой-то такой любовью и нежностью мы поехали, и там было две собачки. Мужу понравилась одна, вот. А вам вторая? Ну, взяли обеих? Нет, взяли ту, которая мужу не очень понравилась. Она сидела под песеным столом, никому не выходила. Она была такая толстая и неуклюжая, был такой толстый щенок, он даже был на таксу не похож. И вот не знаю, она когда нас увидела, заводчица, владельца этого питомника, Оксана, она говорит, ой, вы первые, к кому она вообще вышла? Мне так стало жалко этого маленького ребенка. Я говорю, Андрей, давай его возьмем. И потом из этого ребенка вдруг получилась царевна-лебедь похудевшая. И что, и вы по выставкам с ней? Да. Вот это вообще для меня непостижимо. Это же адский труд, это столько занимает времени, сил, нервов. Возить их на эти замеры-обмеры, готовить их к выставке, холить лилей, мыть специальными шампунями. Ну что вы, так, слава богу, не надо, как юркширских терьеров или еще других пород, которых там расчесывают, причесывают. Это, в общем... Ну хорошо, но надо же, чтобы как-то учить ее правильно ходить, правильно стоять. Вы знаете, нам очень повезло с нашей второй заводчицей. А то есть вам все-таки есть кому помогать с этим? Конечно. У нас чудесный хендлер, и она же владелица питомника, откуда мы взяли вторую свою таксу. И, в принципе, выставляет всегда она. Но, естественно, с собакой ездим мы. То есть вы, в общем, сохраняете свою любовь к красным дипломам и золотым медалям, только на этот раз уже реализуя это на своих собаках. Ну, это так приятно. А потом, вы знаете, есть собаки, которым нравится выставляться, которым не нравится. Вот наши две девчонки, вот им реально нравится. Они следят, они смотрят, как по рингу ходят другие. Они очень ревнуют, когда Ира выставляет кого-то, а не их. Они прямо вот, ну, давайте же меня скорее. Они выходят в ринг, они просто там летают. Вот им до того это нравится. Муж мне тоже сначала не верил, говорит, да что ты их таскаешь? А потом вот, когда он видит, ты знаешь, им действительно нравится. Они вот сидят, они кайфуют. Они могут вот сидеть у меня на руках там, например, и наблюдать, как другие собачки ходят. А ездите вы как? С ними? Отдыхать? Ну, да, с ними, естественно, с ними. То есть это не такая уж, мне кажется, мне казалось, такая-то очень большая проблема вывести собаку. Ну, вы знаете, да, я всегда за год бронирую билеты, договариваюсь, чтобы компания обязательно их подтвердила. Собираемся эти справки. Взвешиваем, завешиваем, чтобы в салонах взяли, ну, в общем, это целая песня. В общем, скучно вам не бывает. Нет, ну, это так здорово. И вы являете собой для нас настоящий пример женщины, которая всё-таки даже в банке ухитряется создать какую-то уникальную свою женскую атмосферу. Я не делюсь, если у вас маленький садик ещё на окошке растёт. Наталья Гришина была у нас в гостях. Банк «Таксы и танцы» — вот секрет счастья женского, друзья. Хорошего вам дня и так далее.